Касым Жмартукаев посетил посольство Турецкой Республики в Казахстане и выразил сочувствие и поддержку братскому народу в связи с катастрофическими последствиями сильного землетрясения на юге-востоке страны. Он также сообщил о том, что Казахстан окажет всестороннюю помощь Турции. Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате разрушительного землетрясения в Турции. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования всему братскому турецкому народу, написал глава государства в книге соболезнований. А также выразил поддержку и слова соболезнования турецким дипломатам в посольстве. И президент поручил правительству выделить один миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Тем временем казахстанские и турецкие спасатели ведут поисково-спасательные работы, и за истекшие сутки первая группа казахстанских спасателей обследовала наклонившийся шестиэтажный дом, который продолжает проседать. Оттуда извлечены тела трех погибших, и вторая группа обследовала два полностью разрушенных девятиэтажных дома, и среди обломков они освободили женщину, которая выжила. Также там обнаружен еще один погибший, и на месте разрушений складывается сложная ситуация. Как вы видите, дом полностью разрушен, но необходимо полностью рассмотреть. И если есть здесь еще кто-то остался, надо их дебатировать с завалом. Накануне мы показывали, как эта группа спасателей вылетела на помощь. Сегодня настала очередь второй группы – это спасатели, медики и кинологи. Общее количество сотрудников МЧС в Турции составит 100 человек. С учетом разрушений, во-первых, мы направляли высокопроходимую технику возможности изменения рельефа ландшафта и нарушения дорожного полотна, поэтому высокопроходимая техника нужна. Но по докладу, что дороги более-менее в качественном состоянии, естественно, между домами проезды затруднены. Поэтому принято решение для того, чтобы увеличить количество людей, уменьшили нагрузку на воздушное судно. Мы заменили легким транспортом, оперативной машиной, которая позволяет приезжать на место ЧАЭС, организовывать работы и увеличить количество людей. За все усилия Казахстана в посольстве Турции выразили благодарность. В том числе сотрудникам МЧС, которые незамедлительно вылетели на помощь. Нас обрадовало то, что наши казахстанские братья с первых минут сразу откликнулись и сказали, что они готовы оказать всяческую помощь, чтобы помочь пострадавшим. Тем временем на казахстанский счет, открытый для пострадавших, в Турции поступило более 40 миллионов тенге от граждан. В результате землетрясения погибли больше 9 тысяч человек в Турции и в Сирии. И это не окончательные данные. Разбор завалов продолжается, как и угроза новых волн. Между тем, среди пропавших без вести исчислятся пока четыре казахстанца.